Пауза, в эфире Зайца Дабл Ди и продолжается, естественно, квалификация СНГ региона в рамках Galaxy Battle, где сражаются команды Spirit и ХФЗ. Пока вот у ХФЗ не идет. Не работает мой план, сравнение с командой эффект. Твой план всегда против Spirit, по-моему, просто должен работать и все. Ну, это было бы слишком просто. Опять же, мы уже похвалили стратегию Spirit на предыдущей карте и исполнение этой самой стратегии. Возможно, сейчас мы увидим также что-то сродни пушу. Я не видел еще и очень хочу посмотреть на пуш с умонами именно. То есть, когда появляется какой-нибудь бистмастер, дикан, ду, визаж. Ну, можно визажа, да, в принципе, почему нет. Конечно, можно увидеть какого-нибудь Чена, Энчантрос, но это уж совсем... Не, но Энчантрос еще неплохо. Чен? Да ладно тебе, ну да. Чен? Да нормальный Чен. В 2017 году. Вернуть нужно Чен это уже. Уже 2018 скоро. Ну, его же там тоже переделали, бонусы приятные дали. Почему бы и не попробовать вернуться в игру? Попробовать можно, возвращаться не нужно. По банам мы видим, что примерно та же самая ситуация. Виндрейнджер и Винтер Верна забанены от Spirit, а в ХФЗ избавились от Найт Сталкера, в первую очередь, потому что почувствовали, насколько же болезненны его агрессивные выходы. У него обермага себе сейчас забирают, кстати, тоже интересный поворот судьбы. Мы помним игру Double Dimension против М19, по-моему, где сначала ребята выиграли с помощью Медузы, потом забрали эту Медузу у них и проиграли с этой Медузой. Так что тут попытка забрать ту самую стратегию себе может оказаться неуспешной. Сейчас Shadow Demon и появится Луна вторым пиком от Spirit, я вообще не удивлюсь ни секундой. Опять же, появление Огромага в ХФЗ решили они сыграть по стратегии противника. Возможно, появляется Слардар в довесок Shadow Demon, но также можно комбинить все точные станы. Ну, это, да, вот уже неприятно, уже, как минимум, Слардар есть, которому чуть больше времени, чтобы подобраться на спринте, можно было заезжать и наверняка выдавать свой Астеризерин Краш. Осталось 5 секунд. Но хотелось бы еще кого-нибудь увидеть. Ну, если появился Слардар, это однозначно будет ставка на физдэмэдж, и сейчас нужно этих ДПСеров-то и набирать. По-прежнему не в банах. Орэйнджер, не в бане находится Луна, которую можно спокойно добрать под Shadow Demon. Да, в принципе, иллюзии дровки также очень болезненно будут работать по всем возможным таргетам. Миран тоже у нас появлялась уже. Мирану с удовольствием бы пронаблюдал. И она также вписывается под Дроу Рейнджер. Да-да-да, вот это все с Дроу Рейнджер. Будет очень и очень интересно наблюдать. Ну, а что на это ФЗ ответит? Вот главный вопрос. И Фурион. Фурион. Для Хакона подвезли героя. Скажем так, возможность плитовать, создавать какие-то неприятные ситуации для спиритов, чтобы они отвлекались и не могли так полноценно контролировать всю карту. Когда есть Профет, вы в любом случае имеете шанс немного разбавить атаки на вашей собственной территории. Тебе не придется контролировать карту, как тот старый мем, если ты снесешь ее за 20 минут. Поэтому сейчас у Хакона будет очень большая роль на этой карте попытаться не дать за эти 20 минут подобраться к кайграунду. Но при этом стоит отметить, что сами спириты сейчас забанили дроу-рейнджер, хотя первый пик следующей части драфта за ними. И они, если хотели, могли забрать ее сами. Значит, стратегия будет без дроу-рейнджер. Но вопрос кто? Да, ХФЗ в свою очередь убрали Луну. На всякий случай понимаешь, к чему это все идет. И лучше тоже избавиться от нее. Но остаются еще какие-то темпларочки, допустим, если не захотят брать себе Мирану. Мне почему-то кажется, что спириты вновь сделают ставку на рейнджевиков сейчас. Вопрос в том, кто забанит Медузу. Либо кто ее возьмет, если она не будет забанена. Ну нет, если ее не забанят, ее Тим Спирит просто возьмет сразу. И думать особо ничего не нужно. Хотя кто его знает? Да, все забанят. Ну, опять же, как будто бы сами у себя забирают героев, но просто не дают метовых персонажей для Ханкис Промзавод. С одной стороны, действительно странно, поскольку можно было забанить кого-то еще, вынудить банить Медузу самим ХФЗ, если она не будет забанена, взять. Но третий пик для Медузы иногда рановато может быть. Опять-таки мы понимаем, что ее можно контрить очень даже неплохо. И смотри, моментальное решение в виде Геррокоптера. Но опять же, под Шедоу Демона, под Слард Дара, под Сейти Станы и Контроль смотрится великолепно. Геррокоптер свою роль здесь еще сыграет. Определенно, опять-таки, отпушивает каких-то пеньков Фуриона. Всегда пригодится через флайк Кэнон. Очень приятно. Только придет армия, ты прилетаешь из Трепорта, и армии уже никакой нет. Так что тут уже этим спирит озаботились. Какие-то позиции, сплитпуши со стороны этого самого Фуриона. Ну и посмотрим, к чему это все приведет, и сколько фарма в результате у Геррокоптера будет. Ну мы все молимся, когда же Valve выпустят патч не только с изменением героев, но и с изменением статистики, файт-рекапов и вообще глобальной информации. Но, видимо, когда рак на горе свистнет, который туда поднимется с лоу-приорити. Шедоу Шаман появляется в пике команды HFZ и моментально Queen of Pain, которую мы наблюдали вчера, и в принципе работала она очень и очень неплохо. Но там команда спирит отвечает штурм спиритом для LTV, и это большая проблема команды HFZ сейчас. Да, есть чем ловить, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, вы можете очень сильно подставиться за счет того, что вы пытаетесь как-то переключить все свои ресурсы на ловлю Шторма, а вас в это время расстреливает Геррокоптер. Да и сам Шторм прекрасно будет, допустим, справляться с тем же самым Профетом. То есть, если Профет не соберет себе Орчид, Шторм просто его уничтожит. Осталось 10 секунд. Да и Queen of Pain может о себе озаботиться приобретением Орчида впоследствии. Так что вариантов много. Вопрос в том, каким из этих вариантов воспользуются для себя. Ну, я думаю, LTV опытный, Шторм все-таки понимает, как от всех этих Орчидов играть, и будет готовиться уже как-то в тимфайте реализовывать себя по максимуму. Ну, здесь, опять же, вроде бы, бери линку себе, но Shadow Shaman, Ogre Mag, Queen of Pain, все они тебе эту линку прекрасным образом могут бить. Ты, безусловно, выиграешь себе пару секунд для того, чтобы попытаться уйти на ультимейте, но нужно сделать очень-очень быстро. Да, может попробуюсь. Ну, линка тоже, да, в этой ситуации, наверное, БКБ эффективнее будет. Но, опять-таки, когда он ее еще соберет, будет ли вообще она ему необходима, либо АФПЛ у битвы до каких-то гангов, но на ЛТВ ее внимания не обратят. То есть там основная проблема будет попытка убить Слардара, который постоянно где-то бегает, кого-то станет друг с другом, нет, тут какие-то коммуникации наводит. Но в это время еще и Шторм будет летать, что действительно создает очень большую неразбериху по ходу позиций в драке. Ну и так же, друзья, пока идет у нас заключительная стадия драфта, мы вновь вам напоминаем, пишите нам в Твиттер, UC нижнее подчеркивание, Dota, подписывайтесь на него, и общаемся мы с вами по каштегу GalaxyBattle, естественно. Ну да, посмотрим, что вы нам интересного сегодня расскажете. Насколько вы фанат того или иного коллектива, как давно вы с детства или с пеленок. И появляется вроде бы Мирана для КФЗ и Бруда для Спиритов. Посмотреть за новой Брудой это интересная штука, но вот Мирану почему-то именно от КФЗ я вообще не ожидал. Здесь, да, есть Шедоу Шаман, есть Огар Мак, есть несколько первоначальных таргет-станов, которые позволят вам 100% забросить стрелу, ну и элементарно про спруты забывать не стоит. Но все-таки интересное решение более чем. Это же Мирана профессионально, она должна попадать стрелой и без этого. Если вдруг еще и ФНГ кого-то будет через Disruption сейвить, он и туда должен попадать тоже своим станом, поэтому здесь придется несколько раз подумать о ФНГ, что насколько Disruption оправдан и нет ли поблизости летящей стрелы. Осталось 10 секунд. Конечно, все мое личное внимание на Фобосу сейчас будет сфокусировано, потому что Бруду в новом патче я пока еще не видел, именно на Galaxy Battle. Ну да, определенный интерес она представляет, и в принципе может опять-таки показать, насколько же опасно эта героиня. Просто в ближайшие несколько месяцев будет приниматься, знаешь, решение такое, что же произошло с Брудой и остается ли она по-прежнему на той самой позиции, когда вы забыли про нее недолго на линии, и она сносит вам Т1, Т2, Т3. Здравствуйте, где у вас там трон? Потому что по талантам, по переработке сейчас опять же есть два варианта. Либо Бруда идет в развитие себя самой, либо в свою армию паучков. И армия пауков действительно стала достаточно опасной по некоторым параметрам. Но там опять же повысили броню, чуть-чуть снизили здоровье, увеличили реген в огромном количестве для этих самых пауков. Вопрос лишь, как дальше будет идти развитие. Ну что же, мы пока представим вам коллективы. ФНГ будет играть на Shadow, на Shadow, Демоне, конечно же, за Спиритов. И Лидан отыгрывает на Герокоптере. Далее следует Фобос на Бруде, который, кстати, отправляет сейчас на топ-месте с командой. Бивер садится на Слардара, и ЛТВ будет играть на Шторм Спирите. Команда ХФЗ, Ханкис, Фромзавод, им ни в коем случае нельзя сейчас проигрывать. И их состав это Кант на Shadow, Шамане, Мариаччи будет играть на Амиране, Аш-Аш-Аш в роли Queen of Pain, Саня Квиз на Огрмагия и Хакон, который looking for team. Не намек, да, видимо. Но так или иначе на Фурионе. И что? Потихоньку, помаленьку. Good luck of fun. Все веселятся. Самая главная задача в доте, в турнире. 30 секунд до начала сражения. Ну, опять же, это приятно. Мне нравятся традиции, которые формируются в рамках киберспорта. ГЛХФ это уже стала традицией. Если вы не пишете, значит, вы традиции не чтите. И дисквалифицируетесь. Дисквалифицируетесь, да. Просто сидит админ, так ГЛХФ не написали, все. Это ловушка в начале. Шанс команды... Ну, смотри, да. ХФЗ написали, а спирит нет. Все, это 1-1. 1-1, да, мы ждем камбэка. Опять же, забираются в баунтируны. И в этот раз также делятся на 50 на 50. Ну, не так же. Но в остальном это все пустое. С другой стороны, видимо, решили команда спирит как-то уравнять шансы. Совсем им не понравилась предыдущая карта. То ли челлендж им не достает, то ли что-то еще. Но так или иначе сложилась ситуация, что баунтирун действительно пополам. Да, там на сражении с Нордаром чуть выше. Нет, ты понимаешь, что 5 героев сейчас. И ХФЗ находится в медлинии. И вот и верхняя лайн, они оставлены пустыми просто. Бивер при этом еще и погибает. Все-таки смогли они сделать этот фраг и меняются лайнами, по всей видимости. Но тактически очень много времени потеряно. Целая минута. И при этом, смотри, четверка в медлинии не уходит от ХФЗ. Они продолжают играть против ЛТВ. Он просто не понимает, что делать. Потому что он сейчас соло выигрывает, ну, тонну времени. Если они решили его забить... Они просто проходят мимо. Они задержались, если они проходят мимо. Потому что они идут вновь на ЛТВ. ЛТВ уворачивается от стрел. Тут же еще и Канн встревает. ФНГ пытаются добить. ФНГ, возможно, даже погибнет. Пытаются отъедаться деревьями. Не получается. Это у него уже 2 фрага для ХФЗ. Но при этом только сейчас ушли мешать нижнему и верхнему лайну. Ну, за это время очень неплохо подзаработала Брутмазер. Очень неплохо подзаработала Геракопт. Здесь пытаются улететь. Как у него это получается на последнем ударе банально. И все вроде как неплохо. 2 убийства есть. Но потеряно много времени, как ты правильно и отметил. Скажем, такой небольшой старт получает тот самый Фобос. Который сейчас начнут просаживать. Появляются те самые пауки. И пауки этим хотя бы могут выдерживать часть дэмэджа. За счет увеличенного количества резистов. Старфолд все очень неприятная вещь. Поэтому пауков следует контролировать и не забывать про них. И вот мы видим ситуацию, где ты вроде бы Мирана. А тебе просто наоборот загоняют под Т2. И не дают ничего сделать банально с помощью пауков. Поэтому ситуация очень неприятная. Нужен Сапор. Хоть какой-нибудь Сапор. Смотри. Просто залетает, да, Старшон, Шторм. И они живы. Не живы, они просто убегают. И сейчас не забываем, что у них сумасшедший регент. То есть нам потом, возможно, покажут. Но я думаю, даже по хелсбарам это видно. Они моментально восстанавливают себе все здоровье. Ну, верно. Вот он действительно демонстрирует новую способность. Но так или иначе... Поймать паука сейчас была задача просто. На миссии не выполнима. Ну ты что? Так или иначе, у Фобоса все хорошо. У него топовый крипстат. Ему никто не мешает. Даже если кто-то подойдет, он будет наказан с большей долей вероятности. И гирокоптер тоже не испытывает каких-либо проблем. Несмотря на то, что там Фурион ему может напрягать. Но вот эти пеньки, они больше идут в плюс, чем в минус. Дополнительные деньги, безусловно, также подходят сюда вроде бы и Кант. Вот Кант может в довесок очень сильно просаживать Ильдан. Но сам встревает. Есть сеточка, стрела по таймингам. Прилетают также Профеты. Ильдан, у которого все было хорошо, подставляется и погиб. Ну, он не ожидал. Возможно, что у Канта есть способности, которые могут испортить ситуацию. Но вот мы увидели повтор. Телепорт от Мирана. Потому что была информация о том, что Мирана где-то была снизу. Там Фобос ее просадил. Она ушла, возвращается. Не ожидал стрелы и был за это наказан. Подходит вроде бы на поддержку ему сейчас Лордар. Тут по-прежнему Кант с фланга, уже отпитый с Кларити. Заходит вновь на двух вражеских героев. Вот Бивера, возможно, здесь не ожидали. Он второго левела. И хватит ли сил? Либо будут дождаться вновь помощи от Профета. Пока еще подождут какое-то время, по крайней мере. Потому что, ну, в 2 на 2 они не столь сильны. Урона еще недостаточно. Станов много. Но вот продолжение какого-либо эффективного непосредственно. Стол здесь сейчас у команды Спирит имеется. И выход на Кант через Лордберридж. Кант пытается хоть как-то, да, откидываться с сеткой. Но это всего лишь временное решение проблемы. Его все равно добивают. И добивает его Иллидан. Первый фраг для команды Спирит. Но самое-то главное, что у Фобоса все просто шикарно складывается на нижнем лайне. Топовый Крипстат. Он запушивает уже Т1. Иный сейчас буквально на пятой минуте начнет дарить серьезные бонусы золота своим тиммейтам. И самое главное, с суппортом. Да, коры явно от этого не откажутся. Но они сами о себе могут позаботиться. А вот у суппортов, как все уже прекрасно знают по патчу, ситуация экономическая очень печальная. Да, саппорты в последнее время не радуются дефолтом. Наступили темные времена. Темные времена. Приходится приступать к темным способам добычи денег. Попытка, кстати, убийц ФНГ. Может быть просто успешным. Банально зажали просто под вышкой. И Денайтс собственными иллюзиями. Меж двух огней умудрился себя заденайт. Тут знаешь просто как профессиональный. В этой ситуации ХФС уже такие радостные. Ха, зажали мы пятую позицию. Сейчас легких денежек получим. Мы просто четко, спокойно, не волнуясь, деньги уходят у них из-под носа. Возвращается ЛТВ. Вот у него, безусловно, старт был не самый лучший. Клиска и прорывается вперед. Но это не суть страшно. А вот мы видим тут. Оп, удар. И он еще, смотри, аккуратненько отменял все эти атаки для того, чтобы именно последний удар нанести. Красиво, как говорится, в этой ситуации. Ну и по-прежнему 1-3. Еще в пользу команды ХФЗ, тем не менее. Те они, два фрага, что заработали в начале и один после на Иллидане, пока еще греют душу, по крайней мере, на данном этапе. Но чем дальше в лес, тем больше, как статуи бруды. Ну вот, кстати, по поводу различного рода деревьев. Профета отправляют на бот, где начнется интересная война двух армий. Пауки против термотов. Но об этом чуточку позже в следующей серии, потому что здесь ловят Слардара. Прилетает тот самый Профет уже сюда. Или, например, включается. Дамажа не хватает. Бивер здесь также должен погибать 100%. НГ просто выходит на телепорте. Нашли урон необходимый. Переоценили свои силы команда Спирит в этой ситуации. Но Ислардар погиб. Все-таки слишком хорошо все было спланировано со стороны ХФЗ. Ну как там, сложно спланировать. Сетка, стрела, стан. Все, ты добиваешь почти любого на данном этапе, пока у них нет каких-то мощных резистов, мощных артефактов, чтобы избегать подобных нападок со стороны соперника. Поэтому еще один фраг, почему бы и нет. Но, несмотря на все старания, деньги по-прежнему в плюсе для команды Перетуджи поймали. И пытаются убивать Укрмага. Очень плотный таргет. Нужна дополнительная поддержка. Дэмэджа от Бивера и ФНГ, естественно, не хватает на этой стадии. В самом очереди, Шадоу Демон может подставиться в очередной раз. Да, его здесь должны добивать. Должны добивать ФНГ. ФНГ просто под ядом мучается. Готов погибнуть и отправить в Таверну. Все-таки, да, дожали. Линию команда ХФЗ не отпустила ФНГ на сей раз. Сейчас зарабатывает себе пятый фраг и потихоньку, помаленьку, хоть так вырывается на какие-то строчки. Потому что крипстаты вновь оставляют желать лучшего. Да там одной бруды, по-моему, хватает для того, чтобы крипстатами пугать детей, правнуков и вообще всего поколения грядущие. Четыре тысячи золота по натворцу мы видим. Также у Фобоса имеется. Он обгоняет всех эвсян на семьсот золота впереди Queen of Pain, которая просто после лица бегает повсюду и пытается всех крипов, также доступных героев, выфармливать. Вот мы видим, да, пришли пеньки и объяснил Фобос, что пауки все-таки круче в этой ситуации и совершенно спокойно сгрызают любого, кто подойдет. Минус пенек, минус второй и дополнительные пауки еще сверху. Кошмар. Пауков все больше и больше становится. И сейчас такая ситуация, что пауки сами могут танковать спокойно демэдж, они становятся прям вот персонажами для битья моментального, которые выдержали там буквально пару ударов. Ну да, реально, где-то портал в Австралию небольшой открылся на нижней линии. Не дай бог, не дай бог. Опять же, заходят ХФЗ во вражеские леса по боту и, возможно, попытаются подцепить ФНГ. ФНГ моментально прожимает телепорт, успеет ли, замахивался уже своей дубиной Огармак, но анимация не прошла. Вот эти анимации атаки, которые это не позволяют. И попытка подфармить пауков была сейчас с ультимейта. От аж, аж, аж. Нет, ну подожди, задача выполнена, выполнена. Пауки частично мертвы, частично мертвы. Денег заработал. Но Соник... Да, да, Соник Вейв. Это достаточно дорогой ресурсоемкий, скажем так, спелл. Но ладно. Ну то есть из плюсов, опять же, вы сейчас не начинаете какие-то ганки, не идете в атаку. Хотя вот Кринф Пейнт сейчас находится во вражеских лесах, без ультимейта, под самоками, вместе с агромагом. С руки будет расстреливать под Бадластом. Отличный план. Отличный план. Чуть больше тысячи золота преимущество у Спиритов. И начинают они также продавливать топ, где Мирана пока справляется с атаками Гирокоптера. Шутки шутками. А у Квапы действительно достаточно большой урон с руки. И под Бладластом она может нормально так настрелять, по крайней мере, на первых минутах. Мы видим, да, сейчас почти 90. Встречаться с ней не хотелось бы. 2 на 1, 2 на 2, в принципе. Там еще и дабл дэмэр, что в Бодле об этом забывать не стоит. Только прилетает литоп, понимает, что Мирана здесь не справится без поддержки. А где-то 2 вышка на боте. А нет, 2 вышки на боте. И сейчас вопрос к Бруде, куда именно отправиться на Фобос. И будет он дальше продолжать. А он заходит с крипами уже на хайграунд. Там только пытается трентами отбиваться Профет. Получится у него это, конечно, недолго делать, если на поддержку никто не пойдет. Опять-таки та же Queen of Pain со своими скримами, соник вейвами. Вот, просто в Т3 моментально. И вынуждены даже Мирана сюда идти, просто чтобы хоть как-то отогнать позиции. Старфолл, но полки наполовину просели и побежали дальше. А они сейчас восстановят все здоровье моментально. То есть, видим... 11. 11. Что это такое вообще? Как с ними бороться? У нас вновь Кант подставляется. Там под раздачу от Бивера неприятная позиция. С Лартаро, естественно, с ультимейтом возможности ловить в соло появляется того же самого Шадо Шамана. Если тут не успевает, он бросится каким-нибудь хиксом, дать какую-нибудь тетку и молиться, чтобы к нему пришли на помощь, он погибнет. Тоже верно. И с этим ты толком ничего не сделаешь, если поблизости нет какой-то группы поддержки. Хотя, казалось бы, ты саппортся и тебе. Ты должен обеспечивать эту поддержку для Кэрри-героев. Но сейчас ХФЗ увидели, что у них горит низ. Вынуждены были уходить туда, а Бурдмазер только этого и добивалась. Тем самым открывая позицию для верхней линии, где Ильдан уже вовсю дофармливает крипов и переключается на строение. Безусловно, Натворс сейчас у спиритов по всем ключевым позициям должны ворваться вперед, разве что Квенов Пейн еще как-то пытается держаться. Ну и Штром Спирит все равно разгоняется уже. Вот так, кстати. Просто нужно помнить, что Штром Спирит стоял против четырех противников мид-линии на старте. Дорогого стоит, тут же поймали Фобоса. Он очень долго живет, но без шанса. Трех сеток его поймали, где сетки, судя по всему, не дотягивались до него, иначе он просто выбежал. Очень и очень интересный момент. Посмотрим, как это все придет или Ильдан сверху тем временем разбираются с вышками. Ну и сейчас нужно заниматься в мид-линии тем же самым, при том, что на боте у вас у самих начинает падать Таур, туда прилетает ФМГ. Но ФМГ нужна какая-то поддержка, тут все-таки стоят те самые змейки, которые очень быстро справятся с таргетом, особенно если их будет контролить Шедоу Шаман. Но пока что контролит их для себя Шедоу Демон, забирает немного фарма тем самым, и хоть сколько-то сможет прикупить вардов дополнительных, и так почти что без денег находится на данном стадии. Нефобос прям, наверное, сейчас думает, надо бы еще одну сеточку поставить, но жалко, жалко всю эту паутину заново блести, потому что он начинает уже утыкаться в лимит по паутинам. Ну да, здесь ситуация не из приятных была для нее, причем то, что на топовом Метворсе сейчас находится. Ну и попытка номер два провернуть то же самое, однако здесь сейчас есть Шедоу Демон, не догадывается. Не догадывается о местонахождении, тут же Дизрапшен, и возможно это выглядит Суниквейв по таймингу. Попадает по Брутмазу, но она просто берет и убегает в самом противоположном направлении, и тут же до нее не достанешь. Приходит также Гирокоптер, тут нужно законтролить Курьера, уходит Квиннов Пейн, и сейчас нужно спастись Огромагу, за которым устремляется Слардар, от такого не убежишь, Кант. Здравствуйте. Прилетает ракета просто на Димм сразу же. Побоялся, я думаю, сейчас Шедоу Шаман, но и без того с ним справились. Пытается Огромаг спастись, но кто ж тебя отпустит? Тут все-таки Слардар своими станами с очень малым количеством КД. Очень опасный ход, конечно, избрал он для себя, развернулся, чтобы дать стан, и в результате подставиться. Очень невыгодные для себя позиции, а тут опасно было пофармить, и будь у кого-нибудь Блиндаггер, было бы все гораздо хуже в этой ситуации у нее. Но, к счастью, ни у Дегафобоса ее нету, ни у кого бы то ни было другого. И вот мы видим количество матчей. Ну, количество матчей сумасшедшего, да, на Гирокоптере, конечно. Это просто восторг. Хорошо. И винрейт при этом у него позитивный, то есть нужно понимать эта статистика за все возможные ащи. Так или иначе, мы увидим, что Гирокоптер тут показывает себя крайне позитивно. Фармит, возможно, чуть хуже, чем Бруды, но это заслуга команды ХФЗ, в частности, потому что на Брудмазер не обращали внимания примерно минут 15. Да, вот один выход за эти 15 минут, и все, что сделала команда ХФЗ. Блиндини сейчас втроем отыгрывают, при этом по боту вновь начинают уже паучки и крипы стучаться в двери, и нужно защищать базу. Теперь, видимо, дают эту задачу для Queen of Pain. Она может быстро справиться с этой армией, еще и прекрасно подфармив, но ультимейт в ГД находится. Придется какое-то время подождать, за это время, в принципе, можно попробовать повоевать слегка, ну вот, мы видим, да. Через Крим пытается также расправляться, но тут все здоровье будет моментально восстановлено в очередной раз. При этом Фобос не теряет ни секунды, как только его прогоняют с линией, он уходит фармить. При этом обнаружил еще и Огромага, нужно позвать своих друзей и повеселиться всем вместе, по всей видимости, пока расправится с пауками. Фобос, опять же, ретируется под Слардара, поблизости находится и Шэдоу Демон. Он сейчас подойдет еще и сам Иллидан на гирокоптере. Поймали в спорте, никого вы тогда поймали. Тут же ловят пока Иллидана в сетку. Иллидана очень быстро убивает, он не успевает сделать абсолютно ничего и врывается. Шторм Спирит расправились в ответ, пока Queen of Pain подцепили также Канта. Иллидан стал хорошей приманкой, потому что еще и Кокон отправляется в таверну и в лишь два героя команды. ХФЗ по-прежнему живы и бегут подальше от своей собственной базы, где их искать не станут. Звездный час Шторм Спирита, который все это время сидел в тени где-то. Мы то обращали внимание на Брудмазер, то смотрели на гирокоптера. И тут Иллидан, фармивший все это время мид, раскрылся. Ребята, у нас еще я есть, я могу помогать, воевать. Вот мы видим, да, ту ситуацию, где ни по кому не попали толком. Зато вот Иллидан зашел слишком далеко и был за это наказан. Пытался Бивер как-то ему помочь, но, к сожалению, уже было слишком поздно. Ну, Вижена элементарно не хватило и Вижен как раз-таки был у ХФЗ у самих. При этом в медлине у нас очередная драка происходит, которую вновь проигрывают ХФЗ вроде бы. Потому что ответочка слишком жесткая от Спирита. Фограмак также не задевает спастись и вновь 2 в 3. При том, что теряют кора в ХФЗ, что немаловажно. Фобос опять всех сгрызает. Действительно, разобрались с Мираном, разобрались с Куэнов Бэйн. И теперь еще и вышки донесут. То есть, меда больше нет. Разве что Рошана, видимо, захотят забрать. Иначе непонятно, зачем было бы отступать. А Егес лишним определенно не будет для Иллидана в такой ситуации. Чтобы он и дальше мог заходить и не забрать в Герман. Под Минус Армаром, конечно же, от Рошана не остается здесь и следа, и мгновение ока. И сейчас последние две внешние вышки должны стать целями для Спирита. После чего вы просто зажмете противника на хайграунде. И нужно что-то срочно принимать в ФВЗ. Искать какие-то соло-таргеты. Пытаться раздробить Филитов. Поставить задачу Профету как-то начинать летать по всей карте. Но просто не хватает ресурсов. Перепартно в 6000. Да, пускай 3000 на бруде, но это все равно серьезное количество ресурсов. Вот мы видели, что и Фурион прилетал парочку раз. И даже Кант ставил своих змеек дважды. И ни к чему это не привело. Здесь же мы видим есть Оршит. Однако слишком мобильный. Еще и Бладбасс. А то Грмага в результате не получается подцепить. Тут снизу Хакон просто разваливается от Бивера. Практически в одиночку. Но ЛСВ контрольный прилетел, чтобы уже точно никуда скрыться не смог. Фурион. Таким образом 12-11. Счет переломили. Теперь встают в сторону. И Санетворца также в плюс за ними. И опять же не позволяет спирит ХФЗ даже просто элементарно пофармить в лесу. Моментально оказывается либо Слардар, либо Бруда поблизости вешает на вас какой-нибудь Зарм. И вы уже чувствуете себя очень некомфортно. Но подцепили. Квин оф Пейн. Хватит ли демеджа? Демеджа не хватает. Квин оф Пейн снова на ноге убегает. Баффу. Огромага дают о себе знать. Еще и Пауков немного забирает бонусом. Ну, возможно, здесь немножко Фобос действительно пожадничал, отдавая Пауков за просто так. Загоняя их под вышку без каких-либо продолжений. Вот так или иначе может сейчас произойти опять-таки убийство. Понимает прекрасный спирит, где находится их противник. Маякует на карту и отправляется вперед Бивер. Бивер прыжок на Огра. Огроматься перьями. Сармор и убивать. Сделать репорт. А чем сбить, хватает просто демеджа. Еще и точечный подлет от Шторм Спирита обеспечил этот фраг. Телепорт не придется сбивать, если ты убьешь соперника, как говорится. Поэтому здесь воспользовались одним из доступных вариантов. Команда Спирита и сейчас заходит уже на хайграунд. Пытается поражать Глиф в КФЗ. Но это лишь временное решение очень большой проблемы, которая вряд ли поможет. При этом Пауки отправляются разбираться с мид-линией, пока вся команда пытается грызть Т3. Притом привлекают больше внимания, не рискуют абсолютно ничем с Айгисом. Я думаю, что Спириты все-таки должны подняться за ближайшие пару минут на вражескую базу. Осталось не так уж и много времени у команды ХФЗ, чтобы попытаться дать отпор. Иначе потом все пойдет совсем наперекосяк. Но пока еще шансы сохраняются. На Творце 6000, это отыгрываемо. Множество раз видели подобные ситуации. Но вот, если их просто с базы не выпустят, то просто чем они будут отыгрывать? Мы видим, вышли они в свои леса. Сейчас, если бы команда Спирит захотела, она бы их там всех и убила. Однако, пока Спириты смотрят больше в сторону именно снесения стороны. Но это из разряда, сколько бы у вас не было фрагов, задача, что снести вражескую базу. И с этой задачей пытаются справляться Спириты. ХФЗ же сейчас стоит рассчитывать больше, наверное, на ошибку возможную. Самое главное, этой ошибкой грамотно воспользоваться. То есть, не просто так, о, они ошиблись, отлично. Нужно, естественно, переворачивать игру, останавливать этот сномбол. 6000, это еще не приговор на 20-й минуте. А вот то, что у вас тут трипады, эта сторона сейчас так же разрушится, это неприятно. Вон, да, пытаются подойти на защиту, но Иллидан потихоньку помаленьку заходит. Раз ударит, два ударит, и ему лайки шеду. Попытка на этом словить, кстати, у нас что-то интересное. Ну вот, полетел Хекс, пытаются подцепить Иллидан. Оно врывается ЛТВ и начинает убивать всех вместе с Фобосом. Ничего сделать не могут. Клапа хоть что-то пыталась предпринять. У него сразу же повесили арчит, и она отправилась в таверну, вынудили ее байбекаться. И байбекаться нужно, потому что сейчас падать будут бараки, и переключиться вполне возможно на мид-линию. Там сейчас нужно отправить кого-то из героев, разобраться с Т2. Два тавара, которые с учетом бруды очень долго стоят у КФЗ, могут стать причиной не отдаления победы спиритов на более поздний тайминг. Но они сейчас переключатся на эти башни и разберут их достаточно быстро, если захотят. Просто проблема в том, что ребята из команды спирит не хотят этого делать. И еще ждут каких-то других более выгодных моментов. Они просто знают, что у нас сегодня на трансляции будет две best of three встречи. И следующая best of three встреча начинается только в 9 часов по московскому времени. Соответственно, чтобы пауза у нас была поменьше, они играют подольше. Они сейчас лузнут, как говорится. Нет, это, конечно, я надеюсь, будет из-за того, что КФЗ соберутся силами и выйдут на третью карту. Да, посмотрим, к чему это все придет. Фобос гоняется уже за Мираной, даже без паутин. Просто бежит там три паука и не волнует. Бежит до последнего. Ага, ну а снизу, снизу Иллидан пытается донести барак. Просто под дебафом, под Свардара, с Дезолятором, Бурда, столько демоджа наносит. Просто с руки элементарно, да и паучки тоже тут подключаются. Вот мы смотрим, что было с Огромагом, у которого всякие брони там минус 8-9. Ой, жадная Квапа потратила, блинк ловит стан и отправляется после байбека в таверну. И тут же у нас сейчас будут ловить Мирану, уйти у нее нет никакой возможности. Это минус 3. И гуд гейм, вэл плейт. 20 минут, и команда ХФЗ, к сожалению, не смогла повторить свой успех после квалификации открытых. Ну и будут покидать данный турнир. А вот спириты продолжают свое шествование по группе непосредственно. И постараются еще в финале одержать верх. И выйти, возможно, на ожидающих уже в следующей стадии. На Цвинсор и, естественно, в Вегас Квадрон. Для начала отомстить команде эффект, которым не проиграли с учетом 2-0. Серьезный противник, безусловно. Сейчас же, я думаю, что по этой карте больших вопросов быть не может. Здесь отпустили бруду. Я не совсем по ним. Отпустили бруду, все. Описание, как это, некролог, получается. Ну да, да, что-то вроде того. Стояли в четвером в медлинии против Штурмспирита первые 2 минуты. Отпустили бруду. Отлично. Так или иначе, друзья, перерыв у нас действительно будет довольно серьезным. Вы успеете спокойно сыграть каточку свою. Возможно, рейтинг поднимаете, апайте. В турбомоте можно 5 игр сыграть. Это вообще круто сейчас. Но самое главное, подпишитесь за паузу на данный канал, на наш Твиттер. И пишите туда по хэштегу GalaxyBattle. По нему мы общаемся с вами на протяжении всех этих квалификаций. И в дальнейшем уже финальных стадий турнира. Ничего таким образом вы не пропуститесь. Мы же с Double D прощаемся с вами буквально на полтора часа. Увидимся в 9 часов вечера по московскому времени.